Итак, Регина, через акционерное общество «Военторг» десятки подрядчиков занимаются организацией питания, пошива одежды для российских оккупантов, помывки российских солдат. Давайте начнем с того, кто кормит оккупационную российскую армию, сколько на этом зарабатывают и как увеличилась прибыль этих компаний с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Да, на самом деле мы обнаружили, что часть подрядчиков именно в сфере по питанию, точнее половина из них, на самом деле связаны с компаниями Евгения Прикожина, основателя ЧВК «Вагнер». И на удивление, на самом деле, казалось бы, что этот человек так и так обеспечивает питанием практически все части, но мы нашли еще шесть компаний, ранее неизвестных, которые, как оказалось, действительно с ним связаны. Связаны через сотрудников, связаны через одни и те же адреса расположения, одни и те же номера телефонов. И таким образом мы установили, что за 2002 год эти компании вместе с другими подрядчиками по питанию, среди них, например, в том числе и дочерние организации самого военторга присутствуют, все вместе они заработали больше 108 миллиардов рублей. Это рекордная сумма, потому что в 2021 году это было в районе 72 миллиардов, а в 2020 чуть больше 65 миллиардов. То есть в первый год вторжения России в Украину это больше 108 миллиардов рублей. При этом это выручка. Мы говорим о деньгах, которые с большей долей вероятности потратили именно на организацию питания. При этом чистая прибыль этих компаний ровно так же возросла. Возросла она в два раза по сравнению с 2021 годом. Это 5 миллиардов рублей в 2022 и 2,5 миллиарда в районе 2,5 миллиарда в 2021 году. В 2020 это вообще 1,7 миллиарда рублей. То есть мы видим, что и прибыль этих компаний тоже значительно увеличилась. Слушайте, очень интересная информация по поводу того, что пригожинские компании, они даже после мятежа 23 июня этого года, что они продолжали заниматься обеспечением продовольствия солдат российской армии. А как это вообще возможно? Человек шел на Москву, уничтожил несколько воздушных суден российской армии и ничего в ведении бизнеса, который связан с обеспечением продовольствием российской армии, у него, судя по всему, не поменялось. Или количество таких компаний стало все же меньше? Здесь, на самом деле, мы сказать не можем, потому что мы не видим того, как картина менялась по дням, условно. Мы видим, что происходило в 2022 году. Мы не знаем, как изменилась ситуация и изменилась ли она сейчас в 2023. То есть по тому механизму, по которому мы получили данные по прошлому году, это механизм бухгалтерской отчетности. В России все компании предоставляют, открыто предоставляют данные о своей бухгалтерской отчетности. Поэтому, так как за 2023 год у нас ее нет, нам тяжело предположить, сохранили эти фирмы свое присутствие или не сохранили. Я думаю, что где-то в начале следующего года с большей долей вероятности уже появятся какие-то данные за первые шесть месяцев 2023 года. И тогда мы сможем примерно оценить вот эти вот масштабы, сравнить. А где-то уже через год мы только сможем сравнить, что происходило на самом деле в течение всего года с их прибылью и выручкой. Слушайте, ну получается, что вот эти вот трехлитровые банки с маринованным луком, щи в такой же трехлитровой таре, это с большой долей вероятности дело рук компаний, которые связаны с Пригожиным, да? Может быть и так, да. Потому что, опять-таки, помимо этих компаний, там есть еще 18 других, среди которых в том числе и подрядчики, дочерние организации самого военторга. Оценить здесь что конкретно одних, что конкретно других сложно, но есть вероятность, что да, вы правы. Расскажите, кто обстирывает российские оккупационные войска? Да, на самом деле с сектором стирки получилась тоже довольно интересная история. Там всего несколько компаний, их не так много. И несколько организаций как раз дочерних компаний военторга. Отмечу, что дочерние фирмы военторга, они присутствуют в каждом из этих секторов. Это и питание, и стирка, и гигиены, и пашир. Прошу прощения. И в стирке они также есть. Но большее, наверное, удивление здесь вызывают два юрлица. Первое – это MasterCleaning, компания, которая заработала больше всего денег за 22-й год. И, как оказалось, одним из владельцев, конечных владельцев этой компании является Геннадий Хазанов. И здесь я буду вынуждена сделать оговорку, потому что он подтвердил это и в разговоре с нами. И до этого в СМИ упоминалось, что он миноритарий, что он фактически не участвует в какой-то операционной деятельности компании. И в моменте, когда мы ему звонили и задавали вопросы, он выглядел довольно удивлённым и говорил, что в целом я довольно давно не получаю оттуда никаких денег, и что мы его удивили своим вопросом. После этого он, насколько я знаю, говорил с представителями этой компании, потом перезванивал нам и вот как раз-таки рассказал, что якобы там есть какой-то договор с военторгом, который действует до октября этого года. Условно, что делает компания, мы перепроверить не можем, конечно, здесь. У нас нет уставных документов фирмы, чтобы подтвердить, получает человек деньги или не получает, но, тем не менее, сама связь стала довольно шокирующей. Да, я с вами абсолютно согласен, что Геннадий Хазанов – это тот артист, который в начале полномасштабного вторжения выступил против войны России в Украине. И вот даже эти оправдания, они, признаюсь, как по мне, звучат достаточно странно, потому что, ну, коль у тебя есть доля, даже пусть она такая небольшая, как у Хазанова в этой компании, это 1,2% его доля, да, в этой компании, но всё равно же это же, там же твоя фамилия, как ни крутит, твоя фамилия. Да, это тоже действительно вопрос. Но ещё больше удивления, на самом деле, именно в секторе стирки вызвала компания, лично у меня, это ООО «Вига-65», которая единственная, единственная в целом из всех компаний-подрядчиков военторга оказалась, её владельцем оказался кипрский офшор. И запросив информацию у кипрских регистраторов, мы выяснили, что эта фирма на самом деле, что сам офшор, точнее, зарегистрирован на парижскую прачечную. По этому адресу расположена прачечная в Париже, а её директор, собственно, это финансовый директор международной компании «Элис». Компания «Элис», она была представлена в России, представлена в том числе и в Украине. Они предоставляют прачечные услуги, это действительно так, но помимо этого, это огромный международный холдинг с представительствами в разных странах мира, который, помимо всего прочего, занимается кейтерингом и в целом обслуживанием помещений офисного и гостиничного типа. Скажите, а вы связывались с представителями этой компании? Они вообще в курсе о том, что от их лица апстрируются российские оккупационные войска? Мы напрямую связались с непосредственным директором этой компании, мы написали ему письмо, на которое, к сожалению, даже к этому моменту, к моменту публикации текста мы не получили ответ, и вместе с этим мы попытались связаться с самой компанией. Мы отправили им запрос через их официальную форму запросов на сайте, с главным офисом компании, я имею в виду, а на ответ нам до сих пор так и не пришел. Что касается банных услуг, кто их предоставляет? Говоря о банных услугах, на самом деле там большая часть компаний – это государственные мупы, то есть городские бани, проще говоря. И еще одна незначительная часть – это дочки самого военторга. Поэтому здесь у них не сказать, что огромные суммы как по выручкам, в сравнении, конечно, с остальными, как по выручкам, так и по чистой прибыли. И там довольно интересно, что многие из этих предприятий долгие годы работали в большой убыток, то есть они не получали какой-то чистой прибыли в этом плане большой. А именно в 22-м году этот общий убыток, если считать на все компании, он сократился, он сократился довольно значительно. Что касается пошива одежды для российских солдат, кто этим занимается, и вот как их доходы выросли ли? С пошивом солдат тоже получилась интересная история, потому что в пошиве, вообще если смотреть на все число подрядчиков, в пошиве их больше всего. И в пошиве большая часть этих подрядчиков скрыла свою финансовую отчетность. Они имеют право это делать, да? Они имеют это право делать по закону. Там есть несколько обстоятельств, которым они могут это сделать. И одно из них – это наличие гостайны в бухгалтерской отчетности. Потому что там есть и акционерные общества, есть и просто у акционерных общества они должны публиковать отчетность чуть более широкую, собственно, для своих акционеров, то есть рассказывать про объемы поставок и так далее. И поэтому мы предполагаем, на самом деле, это наше предположение, что скрытие отчетности может быть связано как раз-таки с наличием, возможно, какой-то гостайны в данных этих компаний непосредственно. И среди тех, кто скрыл информацию в секторе пошива, например, есть компания «Фарадей». Ее связывают с сотрудником Федеральной службы безопасности, который, по данным моего коллеги-журналиста Ивана Голунова, был связан с похоронным бизнесом в Москве. Это была довольно громкая история. Несколько лет назад, когда моего коллегу задерживали и пытались обвинить по наркотической статье, и это дело было сфабриковано как раз-таки после его расследования о том, кто отвечает за похоронный бизнес в Москве. Вот, собственно, на удивление владельцы одной из этих компаний оказались связаны непосредственно с этим сотрудником ФСБ. А помимо этого в секторе пошива в целом представлено довольно много компаний, которые их в СМИ называют главными поставщиками Минобороны или главными поставщиками полиции, Росгвардии, различных других силовых структур. Они шьют форму, они шьют белье, они шьют в том числе и обувь. Вот, и да, удивительно, что здесь они скрыли свою отчетность. Но даже с условием этой скрытой отчетности, что большая часть компании ее скрыла, мы видим, что та незначительная часть компании, которые ее опубликовали, они заработали больше, чем те все, что отчитывались все это время, за 2021, за 2020 год. И вот, учитывая данные вот этих вот 14 компаний, которые продолжают отчитываться, мы знаем, что в 2022 году выручка этих компаний составила 20,8 миллиардов рублей. В 2021 году выручка, там, больше 30 компаний, которые отчитывались за 2021 год, они в сумме заработали чуть больше 16 миллиардов рублей. То есть почти 21 и 16. Но при этом разница более чем в два раза. В три раза число компаний этих отличается, в два раза, простите, число этих компаний отличается друг от друга. И, соответственно, в 2020 году выручка составляла в районе 12 миллиардов рублей, 11,8 миллиардов. Соответственно, чистая прибыль точно так же менялась и росла. В 2022 году это 2,5 миллиарда, в 2021 году это чуть больше 1 миллиарда, и в 2020 году это 1 миллиард. То есть мы видим, что она изменилась в 2-2,5 раза за это время. И это, опять-таки, что лично меня удивляет больше всего, это данные лишь части юрлиц. Это даже, это далеко не все компании, но мы уже видим колоссальный рост. Поэтому сколько денег вообще потратили на обеспечение армии, и сколько на этом смогли заработать люди, связанные с этими компаниями и бенефицеры, это, конечно, действительно вопрос. Скажите, а как эти компании становятся поставщиками услуг для Минобороны Российской Федерации? То есть это тендеры проводятся или как? Смотрите, как они становятся поставщиками, сказать довольно сложно сейчас, потому что весь этот процесс, он скрыт. Раньше, да, выкладывался тендер, и мы подтверждали, что эти компании являются давними поставщиками, например, проверяя, участвовали ли они ранее, до, по-моему, 2015 года в тендерах. Если мне не изменяет память, именно с того периода скрыли данные, и Миноборона перестала в открытом доступе выкладывать свои закупки и намерение там закупить что-либо у компаний. Они участвовали в тендерах ранее, мы это знаем. Как сейчас они заключают эти контракты, сказать сложно, как они оказываются в списках подрядчиков Минобороны. По факту мы видим, точнее, мы видим это уже постфактум, когда их в этот список включили, и Миноборона обновляет список на своем сайте. Скажите, а есть среди этих компаний такие, которые так или иначе имеют отношение к российским чиновникам? Местных ли органов власти или федеральных? Да, на самом деле таких компаний довольно много. Многие из них, правда, связаны либо с региональными чиновниками, либо с детьми региональных чиновников, либо с региональными бизнесменами и так далее. Я не возьмусь сказать про число этих компаний или дать какой-то более конкретный пример здесь, но так или иначе, многие из них, большинство, либо были связаны, либо связаны по сей день. Одна из таких компаний, вот я помню, когда-то принадлежала, я подчеркну, что на сегодняшний день нет, но ранее эта связь была довольно открытой, она принадлежала так называемому пивному королю России, гендиректору пивоваренной компании «Балтик» Балуеву. Поэтому здесь на самом деле список этих подрядчиков и людей, которые за ними стоят, довольно широкий. Представлены, как мы видим, все группы, от бизнесменов до международных организаций даже. Поэтому, да, есть из чего выбирать, так сказать. Регина, вам спасибо большое за ваше расследование, спасибо за этот разговор и всего вам доброго. Спасибо большое, всего доброго. На этом наш эфир подходит к концу. Далее эфир телеканала «Фридом» продолжат уже наши коллеги, а мы, ведущая Анастасия Мазурович, Слав Цемблюк и вся команда СВМ новости прощается с вами. До свидания. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok